Скромно. А ты вспомнил? Я могу почитать, а могу игре послушать. Давай, ты мне скидывал с... Давай, почитай. Я почитаю из старого. Из нового не подходит по атмосфере. В атмосфере проход. Подходит из старого. У меня была только одна книжка. Их было много, но была только одна. Она называлась книга «Завод». Предыстория такая. Я работал по распределению на заводе Могилевки и Молокно. И по итогу всей работы я написал книгу стихов под названием «Завод». И она посвящена всему двухгодичной работе. Это не сборник стихов. Это именно как разборник стихов. Ну, я какие-то вещи прочитаю отсюда. Есть короткие. Там картинки еще были, книжки. Мы не посмотрим. «Мама, крама, гроб да яма». Или вот такое. «Диалог в магазине». Это вообще очень белорусское стихов. И поймут те, кто знают... «Мама, крама, гроб да яма» это уже был стих? Да. «Мама, гроб да яма». «Мама, гроб да яма». Мне кажется, второй. «Длинный». «Мородко ясно». «Диалог в магазине». «А водка у вас какая?» «Климовическая». Официально на белорусском состоянии, что химическая водка это как бы это был период такой прям самой херовой водки просто. «Циска как циска, всосать с молоком, родиться в семье продавщицы второго разряда. Продавщица покатает на санках, токарь покатает на санках, в школе выучат и возить санки, стройки на тройку, можно пойти на стройку, можно возле района пойти на завод, получать миллион и каждый день божий, стройки на тройку и в койку, пить водку, крутить гайку, по выходным баню, ебать Маню, Маня покатает коляску, выдадут каску до износа, кровь износа, талоны на молоко, ко-ко-ко-ко-ко, выйти на пенсию в 65 лет. Маня в 60 лет. Вот такой сюжет. Здесь улица впадает в улицу. Это цитата из мной уже забытого стихотворения и не помню даже у кого. Нет, там две строчки. Здесь лица спотыкаются о лица. Здесь курица единственная птица. И было лирическое стихотворение. Вот тут предыстории очень долгие, поэтому я буду опускать, но у этого предыстория очень простая, когда ты долго живешь в каком-то городе, а потом долго не живешь, приезжаешь, наблюдаешь, какие-то места поменялись. Это про Могилев, да? Да. Вот тут на этом месте самом, у берега с крутым обрывом, когда-то расцветали сливы, когда-то торговали салом. Вот тут на месте этом самом, сегодня не торгуют салом и не цветут тут больше сливы. Теперь тут вовсе некрасиво. Ну, вот или такое. Завод зовет. На зов завода спешит народ из комнат коммунальных, из однокомнатных квартир, из многокомнатных квартир, из мест подвальных, под топот общей одетой вещи, которые стоят тысячи белорусских рублей. Ругаясь матом, блять, кто это у нас за рабле? Аграгант, ёб твою мать, а мать, хорош там сидеть, дай посрать. Успев посрать, поссать, побриться, успев подмыть пизду и рот, но не успево похмелиться, народ ебет на свой завод. Народ грядет на свой завод, как день грядущий, словно град. Велик народ наш всемогущий, народ, что выстроился в ряд, я рад быть из всего народа, я рад быть на доске почета своего завода. Ты был? На доске нет. Ну, мечтал. Ну, я вписался за тех, кто был. Учитывая, какие там периодические лица на доске почета, я понимаю, куда идут типажи для фильмов ужасов. Ну, или такое. Я считаю, что это очень лингвистическое створение такое, географическое даже. Даже больше на честь. И здесь ударение изменил немного, так получилось. Это город Вильчицы, это город Барсуки, это город Бортники, это город Копина, это город Корченка, это город Понизов, это город Дашковка, это город Будовля, это город Городок, это город Дубровка, это город Загрязье, это город Перстилы, это город Полевой, это город Старина, это город Чернобель, это город Щеглица, это город Александров, это город Возрождение, это город Городище, это город Могилев. Это города Могилевской области просто перечислены, и не более чем. Глупо из этих больше нету? Нет, больше нету. Интересная особенность, да, я не знаю, как это объяснять. В общем, я работал мастером по обслуживанию электрооборудования, у меня в подчинении был какой-то штат людей, там был слесарь сантехники, было три человека, и у них по правилам были средства защиты, и был перечень средств защиты, которые нужно периодически проверять и так далее. Ну, в общем, они, чтобы у тебя не вырвали талон, ну, вообще долго будем рассказывать, в общем, чтобы тебя не оштрафовали, нужно это все на себе носить как-то. Я вот об этом не речь. Защитные каски, защитные каски, защитные каски, защитные каски, Егор Андреевич, Егор Андреевич, Егор Андреевич, электроизолирующие перчатки, Егор Андреевич, пин-пин-пин, Юруть-Юруть-Юруть, пассатижи, 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 Егор Андреевич, Егор Андреевич, Юруть-Юруть-Юруть, переносные заземления, электроизолирующие ковры, электроизолирующие галоши, защитные очки, очки-очки-очки, Юруть-Юруть-Юруть-Юруть, отдела по охране труда, а Юра Тельга Александровна это инженеры отдела по охране труда и пожарной безопасности. Это реальные люди. И реально была их работа. Или вот столовая, например. Классическая, заводская. Все как-то не так, как хотелось бы. Хотелось бы разнообразия. А то котлета, картошка, котлета, каша, каша, капуста, капуста, картошка, картошка, собака, капуста, котлета, собака, каша, каша, тевтель. Так нельзя. Нельзя же так. Так же нельзя-лезя-лезя. Разнообразия хотелось бы. Прям уж собака. Ну, понятно, что... Это корейская заводская столовая. Жан-даном еще не все. Несколько натянул я. Ну и, наверное, еще одно и хватит. Ну, оно такое сейчас... Был период, в общем, почему-то на это стихотворение очень много сделали музыки. Песен, в общем. Называется «Конец завода». И, собственно, оно было как бы... Оно не последнее в этой книге, но оно было как бы ключевым. Сейчас его нужно правильно прочитать. Иду домой, иду с завода, иду с завода, иду домой. Часть 2. Конец завода, устал зараза, иду зараза, иду домой, устал зараз, я конец завода, иду заводкой, потом домой, иду заводкой, а тут заводкой, я заводкой, потом домой, иду заводкой, иду заводкой, иду заводкой, иду заводкой, иду домой, иду заводкой, иду заводкой, иду заводкой, иду домой. Часть 3. Настало лето, второе лето, иду заводкой, иду домой, иду заводкой, опять заводкой, иду заводкой, иду домой, настало лето, конец завода, иду заводкой, потом домой. Часть 4. Вот это последний час Был завод, был завод Вставал в 6.50 Лето, лето, теперь Встаю в 10 или в 9 Или в 12, или в 13, или в 11 Или в 10.45 Или в 9.22 Или в 12.37 Или в 13.46 Или в 11.17 Или вовсе ночью не сплю Ну вот Здорово Действительно очень хорошо лазиться на музыку Я понимаю Наверное, хватит